7 историй о Ефремове 10 ноября не только была учреждена милиция и умер Брежнев. Этот день родился актер Михаил Ефремов. И было это 55 лет назад. Талантливый, скандальный, откровенный, эмоциональный. Все это Михаил Олегович замещает в себе. Зато мы его и любим. Неделя воспитания. Михаил постоянно мучает вопросом, а каково это быть сыном Олега Ефремова? И он не знает, что ответить. На ум приходит только одна история. Как рассказывает актер, впервые выпил он в 13 на съемках фильма «Когда я стану великаном», где сыграл главную роль. Там вообще образовалась веселая компания. Портвейн, а иногда даже коньяк, ливись рекой. Однажды Миша переборщил, напился до порисячего визга. И отец решил поиграть в строгость, неделю с ним не разговаривал. Потом понял, что этим ничего не изменит. И с тех пор не было ни одной ссоры и размолвки. Даже когда Михаил работал в МХАТе. И ни копейки не взяла. Опять же, по рассказам Ефремова, невинности он лишился там же, на съемках фильма «Когда я стану великаном». Снимали в Ялте, в гостинице, где жили актеры. Постоянно тусовались дамочки легкого поведения. И одна из них совратила юного артиста. Причем, как хвастается Михаил, даже денег с него не взяла. Валютные операции. Оказывается, в ранней молодости Михаил приторговывал валютой. В гостинице «Космос» доллары он покупал у одних иностранцев за дешево, а продавал полякам и югославам за дорого. Мало того, если бы случился обыск, будущего артиста не смогли бы взять с поличным. У него было все продумано. Валюту он прятал в лифте. Нашел там выемку, которую можно было открыть с помощью крестовой отвертки. Но о столь ненадежном поведении Михаила все же доложили знаменитому отцу. Так Ефремов-младший оказался в армии. Пролетел мимо славы. Режиссер Светлана Дружинина звала Михаила в свой фильм «Гардемарина вперед». Он должен был сыграть одну из главных ролей, но отказался из-за занятости в театре. В итоге роль досталась Владимиру Шевелькову, а Ефремову осталось лишь кусать локти. Фильм-то стал безумно популярным. Стрессы и комплексы. А кто не пьет? Михаил Ефремов, как и персонаж фильма «Покровские ворота», совсем не отрицает свои пагубные привычки, да и как-то глупо спорить с очевидным. Пару лет назад все обсуждали видеозапись с одного из кинофестивалей, где Михаил Олегович вел себя, мягко говоря, странно. Отчего стоит недавний скандал в Самарском театре, когда заслуженный артист прямо со сцены вступил в не самую нормативную перебранку со зрителем. Алкоголь, безусловно, снимает стрессы и комплексы, но, как видите, этой панацеей легко можно увлечься, рассуждает о своей пламенной страсти актер. А в общем, я столько на эту тему говорил, что мне уже в пору книгу выпускать. Покаянная история. В интернете долгое время ходила байка Стаса Садальского о том, что якобы Ефремов в состоянии подпития сказал президенту Владимиру Путину «покайтесь». Пришлось актеру рассказывать, как было на самом деле. У Никиты Сергеевича был юбилей. Мы сидели с Петренко, Стояновым и Гармашем. Приехал президент. Действительно, к нему кинулся народ. И я сказал, что было бы клево к нему на коленях подъехать и сказать «Владимир Владимирович, покайтесь, и мне, пожалуйста, трига на Рублевке и пятикомнатную на Тверской». Про трига и пятикомнатную все забыли, запомнили только «покайтесь». Я думаю, что это Гармаш и Стоянов. Они распространители в основном всех наиболее дурацких историй про меня. Серьезный гость. От Ефремова не дождаться рассуждений о высокой силе искусства и своем месте в нем. Про себя он говорит коротко. Профессионал. Что будет, если в плотник начнет рассуждать? Почему я должен забывать этот гость? Я хочу серьезный гость. Настоящий. Так же и актер. Мне предлагают, я играю. Мне, между прочим, еще и четверех детей надо кормить. Кстати, свои близкие телегии Ефремов будет встречать на сцене. 9 ноября он сыграет в спектакле «Чапаев и пустота» по роману «Пылью». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова